здрасте дорогая публика винник дмитрий владимирович он будет сейчас как гуманитарий задавать вопросы мне как физику ну вот разрешил их сделать наш продюсер барсик вот он барсик продюсер спасибо барсик мы тебе очень благодарны и все благодарны барсик привет тебе передали большой ну иди съешь свой привет большой дастик а мы послушаем вопросы винника слушаем винник кстати доктор философских наук а я кандидат физмат вот признать и вот не неравные у нас весовые категории но я попробую как тот покинул кандидат физмата это дорогого настоящий ученый доктор философии тоже не философских наук и даже не философии слушаем вас борис сергеевич вот сначала вопрос так сказать на понимание да вот как вы думаете геометрия это она куда относится к физике математике а совершенно верно вот хороший вопрос такой да то что с одной стороны геометрия до землемерия видно вопрос философский на самом деле да вот он как ловко повернул то землемерия горит наук ты земля то это по вашей части вопрос технически отмерить земли участок там шесть соточек до чтобы никого не обидеть чтобы все правильно было всем поровну да да это хороший вопрос то но вообще-то говоря вообще говоря в нашей физике очень часто используется математика и вот частности землемеры и кто как видите использует математику но честно говоря землемерие это на землемерие но ведь в теоремы всякие помните постулаты она вся связана с тем что вот она построена таким образом как некая она даже образец образец для построения всех прочих то сказать математических теорий механика ньютона было по таскать по мотивам геометрии построена также он брал постулата вот этого то что мы знаем законы ньютона постулаты они вообще такие ну в принципе мы к ним привыкли просто силу того что у нас тут все механическое кругом но это же ведь не сразу скажешь вот это но вот то что тело движется с ускорением которое пропорционально силе обратно пропорциональной массе это постулат и принципе говоря в справедливости у проверяется все практика потом механической а вот у него этого самого в землемерии но в смысле в геометрии там постулат через две точки можно провести прямую причем только одну одну да но это правда четвертый я даже 5 постулат египедовой геометрии вы даже себе мерить их по этим самым по номерам они кстати у него их было раньше больше чем осталось у них был такой смешной постулат все прямые углы равны друг другу сейчас откажешь смешным такой постулат ну вот ну да да конечно смешно все углы 90 градусов равны друг другу это звучит как-то крайне избыточно ну да и потом это доказывается путем наложения доказываться вот равенство углов доказывать путем наложения вот такой есть приемчик вот а так вообще говоря если разобраться то то вот как то вот очень интересно и опытно но все-таки геометрия это скорее математика которую можно по которую можно использовать землемерии а землемерии конечно это наше ну прикладная вещь да и даже где-то физика даже где-то измерить площадь там я не знаю планеты это тоже физическая задача да да вроде как некий книги не ядерно физическое но вы удовлетворены моим ответом да да я как-то примерно примерно так это тоже понимаю как и думали такую отговорку я вам хорошо соответствует тому как я это понимаю я небольшой комментарий сделал прежде чем к вопрос перейти к ставку содержательный хорошо значит ну вообще говоря вот благодаря тому что как ньютон делал свою механику по образцу геометрии ну по ее устройству вот есть иксиомы есть теоремы и благодаря этому кант ну и кант и как бы написал свою книгу которая называется критика разума и там есть раздел трансцендентальный эстетика вот это трансцендентальную эстетику он придумал почему благодаря но потому что кант значит на самом деле он судя по всему понимал геометрию и как математику и как раздел математики как раздел физики одновременно то есть если бы это было бы не так никакой бы его трансцендентальной эстетики не получилось а трансцендентальная эстетика оказалась ложной и это как бы вот самый большой прокол его а как-то ложная когда почему трансцендентальная эстетика он у нас вроде есть такая красивая что-нибудь там природный ландшафт красивый человек такой вот фигуристый а есть тоже какая-то мазня но она красивая до абстрактная живопись она и правда красивая если приглядеть стоите правда красивая я же на живых людях даже опыта ставил я приходил в эрмитаж а там выставка какая-то такая вот да но там сидят эти бабушки там сидят караулят но они уже не первый день сидят ну и как вам это ну вот да вот это вот вот это вот хорошо вот это вот это как-то похоже то есть они уже начинают пригляделись уже сидят неделю сидят неделю уже да они они не эти самые не искусствоведы не сказать и словами не могут таким вот как там перцепция транзиром проаранжировать могут могут просто мазня как раз то дело что же борис сергей складно вы все говорите только вы понимаете дело в том что чем философское мышление отличается от не философского или философа от не философа философ и это так сказать они с одной стороны они вроде как бы существа академические и пишут там академично да как все остальные ученые с другой стороны их язык он часто как бы он содержит большие вкрапления языка повседневного бытового скажем так только они эти слова используют по другому по другому несколько иначе вот допустим а я расскажу историю своего учителя недавно умершего профессора карповича как-то он в мг учился он на философском факультете и я уже не помню кому он сдавал экзамен ну уже там старшекурсник что-то не ходил пришел там гигель его попадается чё там абстрактное а где что конкретно его спрашивают угорит ну как это абстрактным конкретно уже все мозги прокомпосировали просверлили и проканифолили понимаете там за 45 лет ну понимаете абстрактный это идеальная вот это обобщенная общая абстрактный конечно же непонятно не конкретная вот с минимумом так сказать перцептивного содержания тогда конкретная но вот материальные гроба и наглядно так сказать эмпирические данные слушает слушает игры чаще можете сказать он продолжает прилагательные нарежут все как бы в общем правильно складно складно вы говорите говорит карпович но понимаете дело-то в том что у этого гигеля у него все строго наоборот он просто вот все перевернул наизнанку у него идеи идеи они конкретны потому что они ну они как бы наглядные они их полностью можно интеллектуальные исчерпать вот тут вот смотрим на теорему пифагора да и она как бы на вот и знал без остатка и просто определение окружности определение окружите определение прямоугольного треугольника ничего не убавить не убавить но вот как бы она нам дана вся целиком и понимаете можете созерцать этот треугольник или идею объемную фигуру гексайдра сколько вам влезет она прозрачно и в этом смысле она конкретно поэтому идея не конкретная а вот материальные объекты вещи мы всегда видим только с какой-то страну посмотрите на стол на стол смотрите вы не видите заднюю часть стола или шкафа поэтому они как бы нам эти объекты целиком не даны исчерпывающим образом и они у нас постоянно нюансируются видны в разных горизонтах как любят говорить феноменологи поэтому они так сказать абстрактны то есть конкретные вещи они как бы так вот такой вот он интеллектуальный интеллектуально самобытный человек а ну говорил как мой учитель интеллектуально извращать ну так просто говорю философ интеллектуально извращаться не все но многие и подтверждение этому гигеля есть даже статейка такая веселая кто мыслит абстрактно очень коротенькая вот можете в интернетах почитать уважаемые зрители она очень веселая и там он доказывает что абстрактно мыслит как раз люди простые не ученые вот мы ученые тоже мыслят абстрактно повседневность то есть вот наш повседневный язык бытовой он на самом деле как раз захламлен захламлен абстрактными словами почему ну потому что мы их не критически используем не рефлексивно используем вот они слишком многозначные а вот их значение не определены и вот это и есть абстрактная на самом деле ну что-то в этом есть на самом деле вот в этой мысли вот на теперь возвращаясь к этой трансцендентальной эстетики вывать трансцендентальной эстетикой это вообще не про красоту вот до удивления чё он ее назвал эстетикой ума не дам ну хотя судя по всему просто потому что речь идет о созерцании там где идет о созерцании можно говорить об эстетике традиционная эстетика про геометрию и вот кран как бы различала два типа осуждений синтетические аналитические но аналитические суждения суждения которые тождественные истинные высказывания ну в логике они так называются а равно а или там холостяк ты неженатый мужчина да ну не нужно нам опытное знание привлекать для того чтобы доказать истинность этих утверждений истинность сами по себе ну и синтетические которые но понятно нужно привлекать какие-то внешние аргументы эпирический опыт земля вращается вокруг солнца ну вообще-то как-то надо это доказывать много чего и значит с одной стороны в суждении разделялась другой стороны различал знание априорное и апостериорное осуждение они как бы конкретно логическая форма познание чего-то по более более фундаментально априорные ну понятно допыть на пастериорное после опытное на основании его защитка он задался вопросом ну и понятно что вроде как бы все тут комплементарно вроде как бы априорное знание она выражается в аналитических суждениях апостериорное знание аналитических суждениях синтетических а как говорит а вдруг а может быть у нас есть какое-нибудь знание которое является синтетическим но при этом может быть априорным выражаться в суждениях. И это было бы здорово, потому что тогда бы это оправдывало возможность чистого теоретического мышления. Прямо такой ночной теории, которая вообще способна пронзить все, все предсказать. Супертеория. И он дает ответ на этот вопрос. Он утверждает, что этим знанием являются суждения геометрии. И как бы их знание, которое черпается из геометрии, оно является примерно синтетическим. Почему? Что это за знание? Это знание о природе, пространстве. И вот такая была точка зрения. Ну и, конечно же, про геометрию. Он имел в виду, конечно же, геометрию евклидовскую, потому что другой геометрии, да, это бы не было. Ну да. Она даже евклидовская до конца не была доделана, потому что он-то должен был еще и стереометрию там ввести, он предполагал это сам-то евклид. Но как до этого руки не дошли. Поэтому вот учебник замечательного нашего Киселева, это, наверное, последнее из известных изложений геометрии в стиле евклида, между прочим, да. А потом был довесок всегда стереометрия, какой-то отдельный, ломанный, косой, кривой, не такой эффектный. И всегда вот, как всегда, задача по стереометрии решать тяжело. Ну, там действительно вообразить трудно. То ли вообразить трудно, то ли потому, что все-таки это не Евкрит придумал. А аналитически решать это, там это не давалось, да? Стереометрию? Да, но это школьный вы имеете ввиду. Да, школьный, конечно. Да, там никакой аналитический геометрии еще не было. Не было еще геометрии. Ну, хотя так, элементы это были, конечно. Вот. Вы готовы на следующий вопрос? Нет, сейчас я выбираю, я просто закончу. Ну, а потом пришел Анри Понкаре, потом пришел Альберт Эймштейн, и вся вот эта красивая сказка трансцендентальной эстетики звучит так. Она, 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 она рухнула, все, Золушка, что там, карета, тыква. Ну, а почему бы я был не переделать немножко, добавить туда как раз геометрию Меньковского? И геометрию, уравнение Меньковского на своем шлеме написал. Да, но ведь как-то, а как-то видеть не очень получается. Геометрия, это, она однозначно, это как, ну, более-менее, это Евхлидова, как я понимаю. А все эти многомерные геометрии, там куча как бы сразу же интерпретаций, потом тут же вылазит какая-нибудь многомерная интерпретация, вы понимаете, как эту физику ты интерпретируешь, эти Копенгагенские... Ну, я не знаю, уравнение Меньковского вполне себе, и я не думаю, что вот Евхлид при... Ну да. Пространство Меньковского... Он был растоптан и разрушен Эйнштейном. Это четверхмерное пространство, да? Три... Ну, там просто еще одно измерение времен, пространство-время. То есть там то же самое, это расширение просто. Ну да, да. Мы живем, да, в пространстве, но еще и во времени развиваемся. А если у вас во времени скорость взаимодействия ограничена, то естественным образом возникает проблема прошлого и настоящего будущего. Это когда вот у вас удалено, да, есть абсолютное прошлое, абсолютное будущее, есть такие участки пространства-времени, которые... То ли прошлое, то ли будущее, все зависит от того, как... От наблюдателей. Да, от наблюдателей, как вы себя поведете. Вот, ну ладно-ка, перейду я к вопросу, Борис Сергеевич. Вот смотрите, давно меня интересует такая проблема. Я не силен в теории чисел, разумеется. Вопрос, скорее, математический. Хотя, ну как бы он геометрический. Вот что у нас, длина окружности, что там, L равно 2π, правильно же? Правильно. Правильно. Давайте допустим, что R равно единице, радиус единичный. Угу. Угу. То есть у нас, поручится, L равно 2π. Ну. Ну. Далее. А потом мы... А потом я беру, как бы, и спрашиваю, чему же равна двойка. Ну и поручается, что двойка равна L, деленное на π. Так. Хорошо. Ну как бы, ну что, перенес простая арифметика. Да, 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 да. Ну вот смотрите как. Вот слева у нас двойка число, так сказать, там, рациональное, натуральное даже, можно сказать. Так. Вот. Такое вот целое число, кондовое, архаичное число. Так. Ну, принадлежит тому классу чисел, с которых началась сама арифметика. Вот. Соль, соль земли математическая, так сказать. Так. Значит, вот у вас был круг. Я уж что-то раз, что пошли такие разговоры. Да, да, да. Я сейчас тогда его буду тут рисовать. Да что ты будешь делать, товарищ компьютер? А вам видно? Видно. Видно. А то он что-то мне сообщает, что-то там участникам не видно, участников не трожьте. Хорошо. Так. Вот это вот диаметр я нарисую, да? Ага. Ну, половинка его будет радиус. Так. И вот у вас это диаметр 2 рубля, он диаметр, да? 2 рубля. Диаметр 2 рубля, да. Ну, вообще-то говоря, в принципе говоря, если вы диаметр сделали бы единица, у вас длина окружности как раз была бы π. Ну, да. Это ладно, это понятно. Была бы π, если бы диаметр сделали единица. Да, диаметр бы. Так у вас не единица, у вас получилось 2π. 2π, да. Так. Дальше. Ну и что? Я двойку переношу налево. 2. И поделили пополам. Так. Ну, так это мне интересно. Я вот именно поделил, не поделил пополам, я решился отнести… На π решили поделить. Так и решили поделить. Нет. Я вот перенес 2 налево, а π поделил на l. 2 равно π деленное на l. Я вот так… Ну, вот я… А, π деленное на l, извиняюсь, я не на то поделил. 2 равняется… А, 2 равняется l деленное на π. 2 равняется… Я вот это вам и написал только что, а вы забастовали. Вот. 2 равняется l деленное на π. Так. И что же? Ну и вот, 2 у нас вот это вот число целое, рациональное справа. Да. А слева у нас с одной стороны l, но число явно иррациональное. Но не бывает… Трансцендентное даже, более того, трансцендентное. Вот l тоже трансцендентное, да? Ну, потому что оно получается трансцендентное, потому что оно равно 2π, а π число трансцендентное, сверхразумное. И π число трансцендентное. Ну и π число трансцендентное. Так. А у нас трансцендентные числа, они иррациональные… Они не иррациональные. Иррациональные можно представить в виде какого-то рациональной степени рационального числа. Какое-нибудь число, n делить на m, возводить степень k и извлекайте корень степени k, l, m, n, i, например. Здесь все целое. Вот это называется иррациональное число. Вот n на m, вот так вот у нас вообще принято так писать, степень k делить на i. Степень k делить на i, вот это оно. Так, иррациональное число-то здесь какое? Это называется… Вот это вот иррациональное число. Иррациональное. А, это вот вся целиком эта формула – это иррациональное число. Иррациональное число. А рациональное число – это отношение двух целых чисел. Ну, это дробь. Человечисленные дроби. Да, по-прочтетски дробь, да. Да. И все это становится актуальным, когда мы используем позиционную систему счисления. Дело в том, что в позиционной системе счисления рациональное число – это будет либо конечная дробь, либо бесконечная, но периодическая. Вот. Ну, например, в десятичной системе счисления там, например, одна вторая – это 0,5, и все. А одна треть – 0,3, 3, 3, 3, 3 в периоде. Одна девятая – 0,1, 1, 1, 1, 1 в периоде. А периодические числа, они у нас иррациональные или иррациональные что же? Они же иррациональные, да? Периодические. Да, периодические. Это как раз рациональное число. Рациональное число в десятичной записи либо конечное, либо бесконечная периодическая десятичная дробь. А вот иррациональное – хуже. Оно представимое в виде вот какого-то такого вот рациональной степени рационального числа. Например, корень квадратный из двух, или корень кубический из семи, вот такие вот числа. А вот трансцендентно ее даже так не представишь. В принципе говоря, все это появилось во времена Архимеда. Архимеда просто убили его раньше времени. А он просто вообще-то решил. Дело в том, что у него была такая работа, называлась она «Об окружности». И он научил, как посчитать площадь круга. Он говорит, берете вы длину окружности, а это можно сделать. В тогдашней технике это позволяло. Ну так вот сейчас, говорит, спрямить окружность. Берете диск, сбоку там какой-нибудь гвоздик забиваете или за руку. Прокатываете по земле, они же там все на земле чертили-то. Ну и берете, значит, вот эта длина окружности, все, эльф есть. Потом умножаете по радио. Используете, что, да. Да, потом, значит, берете, строите треугольник. Вот это вот у вас эль. Вот это вот основание эль. А высота у вас, знаете, какая? А высота у вас как раз р. Угу. О. И, в принципе, когда построить квадрат, равный по площади треугольнику, нет большой проблемы. Нет проблемы никакой абсолютно. Нету. Да, вот это высота р. Перекидываем и все, и приведем. Да, ну, есть такие, ну, другие, там понадобится попыхтеть и можно построить. Вот и все. И это действительно так. Потому что основание это что получается? Два пи-эр, да? Угу. Да, пи-эр умножаете на р и делите пополам. Вот вам площадь треугольника. Получается пи-эр квадрат. Пи-эр квадрат, ага. Так, как и завещано было нам всеми этими школьными учебниками. Все в порядке. А и тут, значит, возникает. Вот дальше меня не понятно. Это он написал. Это его книга об окружности. Там нет никаких проблем. Берешь и читаешь. Ну, почему в средние века это пропустили? А в средние века голову ломали о том, как им померить. Был в том числе такой способ. Берут, они, значит, круг вырезают из какого-нибудь материала, да? И такой же вырезают квадрат из такого же материала. И подбирают по массе. По массе подбирают. Вот. Ну, простите, какая масса? Я гораздо проще спрямил, да и все построил треугольник. Все. Да. Ну, благодаря тому, что они такие были тупые, как говорил один, значит, юморист, они же тупые, да? Ну, действительно, кроме как тупизной не назовешь. Книжка-то написана, до нас дошла, значит, и до них тоже доходила. Конечно. Ну, вот. Это же нам не вот те сейчас написали ее. Тогда Архимед написал. Недавно, кстати, нашли полимпсест, в котором был текст Архимеда. Что нашли? Полимпсест. А что это зашло? Полимпсестом называют текст, который... Ну, дорогой был пергамент. И на старых книжках писали новые книжки. Ну, закрасят. И сверху новый текст. И вот, значит, есть тексты, которые так вот закрашены по несколько раз. И там, собственно говоря, у этих археологов даже конфликты возникают. Ну, какой стирать? Ну, можно каждое прочесть и каждое, значит, зафиксировать там. Конечно. И вот нашли книгу, да. Буквально там, по-моему, в последние лет 10 прошло, не больше. Короче, уже в нашем веку. В нашем тысячелетии даже, наверное, можно так сказать. Оказался текст Архимеда оригинальный, да. Оригинальный? Вот, судя по всему. То есть, так долго прожил Папирус? Да. Это же 2500, по-моему, лет получается. Ну, не Папирус, а оригинальный, то есть, не отручен. Папирус, а этот самый, как его, пергамент? Пергамент, да, да, да. То есть, ну, не, ну, начало, как бы, это начало новой эры, да, да. А то и раньше, да. Конечно, не сам Архимед его писал, но, то есть, текст Архимеда той эпохи, вот так вот, антично. Это столько пролежал он, да? Столько пролежал, да, да. Нет, были, я знаю, вот эти вот находки у Мертвого моря, когда были текстов библейских, да, там-то их восстанавливали, в том числе, используя генный анализ, там, клочки, вот, Папирус, ну, не Папирус, все время путаю, клочки, кого? Пергаменты. Пергаменты, вот, чтобы это от одного теленка они были, да, вот, они вот складывали, разделяли по телятам, потом складывали, да, вот. Вот так вот, был такой вариант. Не знаю, получилось правильно или неправильно, но было. Вот. Так вот, опять же вернемся. Вот эти вот тупые средневековые ученые, они все пытались построить циркулемой линейкой, и у них ничего не получилось. В итоге до них дошло, что если они строят циркулемой линейкой, то так или иначе у них должно получиться что-то, что будет иррациональным числом. Потому что там, помните, теоремия Пифагора, все эти там корни, да, из чего-нибудь, из половинки, из третьей, как он там треугольничек разделит. Вот, все это такое похожее, но не оно. Вот, не оно. И вышло, что это, оказывается, новая категория чисел. Трансцендентные. Все ужаснулись. Да, и вот меня-то еще, что со стороны вот удивляет, я на это смотрю, думаю, ну как это так? Одно трансцендентное число делим на другое трансцендентное число, получаем двойку. То есть отношения двух трансцендентных чисел, они могут быть совершенно спокойно целочисленны. Да, потому что то число просто в два раза больше, да, может быть целочисленным. Вот это как-то не очень меня, честно говоря, удивляет. Нормально. Но число 2π, это трансцендентное число? Ну да, получается. Вот так оно равно два раза π умножить? Ну да, два раза умножаем π и получаем, да. Вот другое дело, что там тоже такая есть догадка, распределение цифр в десятичной записи числа π. Вот там какие-то цифры встречаются чаще, какие-то реже. Да, да, есть спектр. Да, вот это как-то очень все замечательно, интересно, подозрительно. Ну, вот это, то есть это такое, знаете, вот настоящее такое исследование, настоящая математика, это теория чисел. Да, да. Это вот настоящие такие, вот долгое время она была бесполезна абсолютно. Это сейчас я в шифровании. А как фотография не стала? Да, это в шифровании сейчас ее применяют, да. Ну, кстати, ну, насколько я знаю, есть эмпирические формулы прогнозирования в π этих следующих чисел, цифер после запятой. Да. Да, и они, в общем, эмпирические формулы неплохие, неплохо работают. Как, в смысле, следующие за предыдущим, да? Вот если число 5, какое число будет дальше, да? Ну, да, 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 на основании, вот я не знаю детали, там, наверное, по-разному. 14, 15, 92 и 6. Ну, вот, на самом деле, там не 6, там 5. После 4 идет пятерка, после 9 идет пятерка. И 4 и 9 отличаются на пятерку. Небольшая выборка, тяжело обобщить. Это, видимо, обобщается уже. Я понял, да, но все-таки здесь тоже обобщается, видите, как? На пятерку отличается. Нет, ну, это надо, да, обобщать, да. Ну, корреляция, я не думаю, что она стопроцентная. Так, чтобы рассчитать следующую цифру, просто знаю предыдущую. Это если кто-то в этом что-то понимал, то этот, Рамануджан. Ну, да, это, которым какая-то богиня там все подсказывает. Да, да, которая, богиня Намакаль. Намакаль. Ну, надо сказать, что там у него меньше половины, правда. Да, формула его истины, да, да. Меньше половины формулы истины. Ну, богиня, они тоже ошибаются. Это же антропоморфные боги, это же не какой-нибудь там господь-сидержитель. Нет, ну, скорее всего, он просто отговорился просто от этих англичан, которые к ним приставали. А, да, скорее всего, отбоярился. Так они его достали. Вы в церкви ходите-ходите, ну, вот и мне является богиня. А, ну, должны вроде как политкорректность проявить, хоть они и англичане. Да, да, да. Ну, вот, Борис Борисович, спасибо, ответили, как бы, стало ясно, очень трансцендентно, и вот и поэтому... А еще больше вопросов нет к этим, только такие трансцендентные были вопросы, да? Нет, есть еще вопрос, совершенно физический вопрос. Я вот картинку покажу. Слушаю вас. Помните, такая была книжка советская, я забыл, на М фамилия автора была? «Свет и цвет в природе». Так. Ну, вот, и вот я эту книжку в детстве читал, мало чего помню, но вот с тех пор иногда, так сказать, наблюдаю за атмосферными явлениями. А, это вы показывали мне, да, давайте покажите еще раз, зрители. Сейчас я покажу, это у меня где-то ВКонтакте есть, я выложил. Недавно вот товарищ сфотографировал, да я могу ее скачать и сам показать, мне это несложно. А, покажите, да. Мне это, мне это несложно. Так, где она у меня, эта несложная вещь-то? Вот она, несложная вещь. Так. Так, вот она. Что-то там какая-то снизу, а, это камера ваша, да? Понятно, сохранить изображение как? Так, ну-ка, как сохранять изображение-то будет? Будем сохранять, конечно. Сейчас сохраним. Вот тут вот, да? Сейчас сохраним. Так, сейчас сохраним. Так, одну сохранили. У вас такие завлекательные музыки там звучат. А, да-да-да, это какая-то такая рабочая музыка. Что-то такое. Ну, да. Я даже не знаю, как она называется. Понятно. Что-то такое. Сейчас прибежит Михалков и оштрафует. Это он может, да. Он может. Он уже прибегал ко мне так однажды. А вы что, к вам прямо из-за чего? Ну, сам прям пришел такой в белых штанах. Нет, сам-то он не приходил в белых штанах, а прислали его нукеры бумагу. Нукеры, вот, да. Тоже в электронном виде. А бумага была о том, что, дескать, там мне кто-то на стриме задал вопрос, а вы вот такую-то певицу знаете? Французскую певицу, да? Ну, я ее... И ссылочку представлю, как она поет. Ну, не старая, но она вечно молодая, конечно, 60-х годов. А, и вы поставили. Какая-нибудь мереотерапия. Я ее включил, да. Да, услышал. Да, знаю, конечно. Потом я про нее еще видео снял. Вот. Ну, а мне тут же присылают. Нельзя, говорит, этот стрим показывать людям, потому что тут у вас. Понимаешь? А Михалков-то тут при чем? У Михалков же... Агентство правительским правам. Там она самая мощная, это музыка. Там, что ты хочешь? Хоть это будет там какой-нибудь там Бах, который давно уже умер. Но вот современный этот сидит там, музыкант, да? Исполнитель. Все, его права. Ну, понятно. Там это бесполезно. Да, это можно книги там Льва Толстого печатать, там, да, или там кого-нибудь. Ну, если в переводе, то... Ну, да, да. Ну, да. Вообще Михалков хотел сделать еще больше. Он хотел, чтобы ему вообще эти, как сказать... Дань приносили. Да, да. Причем не сами авторы, а эти, как их, те, кто проигрывают контент. Да, те, кто делает машины, да. Да, да. Так, ну, вот у нас два видео, я смотрю. Фото, фото. Фото, да. Вот одно и вот другое. Вот с чем они отличаются? Это две радуги, да? Которые по контрасте. Это одна и та же радуга, разные фото, на самом деле. Которые контрастнее. Вот это, по-моему, контрастнее. Мне кажется, это контрастнее. Наверное, Борис Сергеевич, если сделать немножко поменьше, тогда будет лучше видны детали, цвета. Вот не шел я. Так, так, так. У меня здесь хуже. Все-таки лучше вернуться в прежнее состояние. Так. Могу даже увеличить, если хотите. Наверное, не стоит. Ну, короче говоря. Попробуем 200 сделать. Вдруг лучше будет. Вот у меня как бы тут лучше почему-то видно. Вот не передает, а? Вот я вот и смотрю сходную фотографию. Ну, вы расскажите, что там, что вам не так? Ну, что тут не так? Вы понимаете, не так. Сверху красное, снизу фиолетовый конец спектра. Да, фиолетовых, фиолетовых, целых четыре линии. Подряд идут, да? Да, подряд идут, они так реплицировались, умножились. Ну, подряд через промежуток, конечно, между ним что-то такое. Что-то такое зеленоватое. Да, странная щель между ними, да. Фиолетовая щель, фиолетовая щель, фиолетовая щель. И потом еще какой-то намет на фиолетовый. Значит, радуга на самом деле была двойная. Это нижняя радуга. Вот. Да. И вот в нижней радуге вот такой эффект, он, знаете, создавал такую иллюзию туннеля в небе. Вначале. Ну, потому что она шире, это. Видите, радуга, она шире, чем обычная. И вот каким-то образом произошла, понимаете, вот эта репликация в верхней части спектра. Вот этого фиолетовой линии. А двойная радуга была, еще одна была? Да, еще одна была. А та была тоже сверху красная, снизу голубая? Ну, сейчас посмотрю, у меня есть фотографии. Но, по-моему, нет. Там, по-моему, была обычная радуга. Но мы сейчас это дело проверим. Нет, дело в том, что радуги, это не написано у нее на раду, что сверху красная, снизу голубая. Они бывают наоборот. И даже более того, есть фотографии двойной радуги. О, Борис Сергеевич, а там как раз наоборот. Другая радуга обратная. Это вы правы, что было интересно посмотреть. Там снизу красный, а фиолетовый... Давайте показывайте, давайте показывайте. Так, ну, чтобы мне это показать, мне их... Да вам дано, дано право вам. Так они у меня сейчас, подождите, они у меня на компуктере, мне надо ее переслать. Ну, вы можете мне переслать, и я открою ее. Да, да, да. Вы же не тварь дрожащая, вы правы имеете. Да, конечно, я вам и видео перешлю. Ну, видео-то это ладно. Так, так, так. ВК. 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 Отправил. ВКонтакте? Да. Так, пришли они, да. Ага, вот они, две радуги. Так. Крупнее, еще крупнее. Так, и назад. И еще крупнее. И еще крупнее. Боже мой, сколько тут радугов-то. Ну, сейчас будем смотреть тогда. Прямо отсюда не буду их скачивать. Да, конечно. Дерем отсюда, да. Так, ну, все, включаю я ее тогда, ее по демонстрации экрана. Где я есть тут? Вот я есть где, да. Демонология. Демонстрация экрана. Вот она. Вот, посмотрите, каменный дом, а там, значит, это самое, видна радуга, двойная радуга, да. Вот одна, видно мою штучку, да. А вот другая пожиже, да. А вот насчет цвета не могу сказать ничего. Так, это вот та самая радуга. Что посылали? Вот они. Вот они, две радуги, опять же, да. Так. И так вот с цветом не могу разобраться. Ну, вот я четко вам скажу, вот у меня четко видно, что вторая, верхняя радуга, она снизу красная. Да, 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 теперь и я вижу. Теперь и я вижу, да. И дождь идет, видно, что после дождя это радуга. Вот она, да, тут точно вид, снизу красная. Это было, я вам скажу, в субботу на Медне. Снизу красная. Вот они, картина, картина такая с радугой, да, красивенькая картинка. Да, на фоне британской ткацкой фабрики в городе Высоковск. Это где же такой город-то? Это часть Клина. Ну, те, официально, так сказать. Британская ткацкая фабрика? Что же не там ткали? В смысле, британцы ее построили где-то в конце 19-го. А что ткали? Хлопок? А вот не знаю, видимо, да. Там даже и такие здания есть, и как бы общежития для рабочих. А, этап у нас их называли раньше, такие общежития, первый этап. Вот. Вот сейчас я тогда вам расскажу всю правду, как есть. Значит, вся правда про радугу и тайны сия есть велика. Потому что вот есть такое явление преломления света. Очень хорошо изучено преломление света в кристалликах льда. Этот эффект, который наблюдается в небе с преломлением в кристалликах льда, разной причем формы эти кристаллики бывают, они, да, они шестиугольные, но бывают плоские такие вот шестиугольные, бывают вытянутые призмы, и бывают вроде бы даже пустые внутри призмы, скелетный кристалл называется, вроде бы бывают. Вот. Так вот, значит, эти кристаллики, они, когда в воздухе находятся, они могут просто быть никак не ориентированы, как попало, могут быть ориентированы определенным образом. И различают два вида гало. Одно называется отражательное гало, отражательное гало белое. Это просто отразилось и все. А бывает преломляющее, преломительное гало, оно под определенным углом от Солнца видно его, да? Под угреным углом от Солнца видно. И оно, это самое, окрашено. Это прям крест вокруг Солнца, да? Бывает крест, да. Особенно хорошо, говорит, это в Антарктиде наблюдать. Там небо всегда чистое, солнце полгода светит, сиди, наблюдай гало. Ну, было какое-то знаменитое гало в Петербурге описано, да, его везде там все это, до всех детских книжек про него пишут. Вот. И было гало, которое писали в нашей газете, я писал в нашей газете. Я гало видел десятки раз в Сибири, десятки. Десятки. Похуже, получше. Ну, в общем, для меня это обыденность. Да. Так вот, значит, оно связано с преломлением света в кристалликах льда. И под определенными углами они бывают, либо белое, это отразилось, либо гало бывает окрашенное под определенным углом. И вот однажды дело было... Дело было... Когда дело было? А дело было где-то в конце 80-х... В середине 80-х годов. Шел как-то я с одной площадки на другую, и смотрю в небе гало. Солнце, а под углом еще белое солнце. Ну, ложный солнца, да, как говорят? Ну, это и есть гало. Я как человек, так сказать, прошедший военную подготовку, тут же померил угловое расстояние. Померил угловое расстояние, и оказалось, что это угловое расстояние не соответствует белому гало-то. Там не должно быть. Получилось там, где должно быть цветное, получилось гало, вот, исправленное на хроматическую аберрацию. То есть, что-то было с этими кристаллами. Ну, знаете, бывает такое... Объектив исправлен на хроматическую аберрацию. Делают два, значит, как-то там сложные... Сорка стекла очередуют, а в результате там одно исправляет другое. Ну, короче говоря, об этом даже была маленькая заметка в местной газете. Значит, проверили, товарищ полковник ее проверил. Это назывался тогда, товарищ полковник Глафлит назывался. Потребовал справку с работы, что это не тайна, не секрет. Ну, да, да. В работе легко дали такую справку, что это не тайна. Мы гало не запускали. Нет, 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 это не наша. Не наша работа. Не наша работа. Вот. Ну, и все это было напечатано в газете. Вот. Такое было странное событие. Вот. Теперь... Ну, это все описываемое, да? Вот, кроме моей этой странности, которая, может, мне показалась, в конце концов, да? А я взял да написал. Вот. А кроме всего этого, бывает еще такая вот штуковина. Радуга. И со времен Рене Декарта ходит такое безосновательное утверждение. А это, говорит, проломление в сферах водяных. Капельки воды висят. Рене Декарт сказал. Ты чё? Да, да. Ну, вот если вы возьмете сферу, там, прозрачную, водяную, да? Она чем от воздуха отличается? Тем, что она у нее коэффициент преломления не единица, отлично от единицы. Вода. Можете взять стеклянную сферу и попробовать в ней построить ход лучей. Так вы радуги не получите. Не получите, нет. Не получите радуги. И тем более вот так, что вот радуги у вас принципиально разные бывают. Бывает радуга кверху, книзу, а вы еще обогатили, да? Обогатили радугу, у которых фиолетовый, еще несколько раз повторяется, фиолетовый край, еще три, две, по-моему, да? Да, да, да. Две фиолетовых полоски. Да, две фиолетовых полоски. Это вообще необыкновенно. Нет, 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 четыре, четыре фиолетовых полоски. Это после той фиолетовой полоски одной еще четыре или еще три? После одной еще три. Всего четыре. Ну вот видите, как круто, да? Вот, это все непонятно, необъяснимо. И тут начинает, да, а проверить это, поставить такой опыт просто. Берете, распыляете воду из шланга, и вот там радуга, вообще без проблем. Идете в любой, значит, как это там, где фонтан в солнечный день, и видите радугу. Вот, ну и вообще еще наблюдать радугу можно еще в замечательном месте Петродворец, там много фонтанов, да? Да. Все, без проблем. Ну вот объяснить пока никак не могут, придумывают. И тоже так придумывают более-менее безосновательно. Говорят так, видите ли, в чем дело? Тут мы имеем дело с объемной дифракционной решеткой. Есть у нас много-много капелек. Так, в дифракционной решетке там у нас так линия, либо отражается, либо что-то там затеняет, щели там, либо набор щелей, либо набор... А тут набор точек, да, которые вот... Ну и как это все получается, ну мы не знаем. То есть, грубо говоря, дифракция прямо на пыли, да? То есть, на каких-то... Дифракция прямо на вот этой взвесе, да, прямо на этих пылинках, да. Но совсем непонятно, об откуда потом... Ну хорошо, ладно, дифракция, бог с тобой, но почему она такая разная? А это они уже не могут сказать. Пока не могут сказать, мы надеемся. Но вот это такое чудо чудное. И как видите, наука не всесильна даже в таких, казалось, простых вещах, которые легко проверяются экспериментально. Так, вы что-то зависли закрытыми глазами. Вы меня слышите, Дмитрий Владимирович? Тогда вам надо перезагрузиться. А я пока буду болтать и развлекать публику чем-нибудь. Значит, чем мне понравился сегодня Винник? Я буду этим развлекать, болтать, а он подключится сейчас. Вот, Винник мне понравился тем, что он по-нашему сказал слово «шкап». Вот у нас в Боброво говорят «шкап чёрненький» и звонит. А в Москве это у них, говорят, стоит на шкафчике чёрный телефон и чёрненький телефон и звонит. А у нас прямо, говорят, на шкафчике чёрненький телефон стоит и звонит. Вот так у нас в Боброво говорят. Ну, сказали, что неправильно. Пришлось переучиться. Для вас, для International, я говорю, чёрненький телефон стоит на шкафчике и звонит. А так, знаете, когда вот услышишь, человек говорит так вот, там, звонит, вот сразу уже прям такое тёплое чувство, наш. Помню, был Завкаф один, он почти что член КОР, серьёзный человек из 90-х. И вот он как-то пришёл ко мне, значит, нужным как-то помочь что-то было сделать. И он сказал, звонит, всё, я твой. Вот, ну и потом как-то на дне науки я был. День науки, это не в смысле дно науки, а день науки в МГУ. И вот там тоже я брал всякие интервью, и одна дама вот сказала, так звонит. Ой, вы не из Москвы? Да, не из Москвы. Ой, какая радость-то была, что дама не из Москвы. Что она не враг рода человеческого, она не из Москвы. Я когда вот звоню, бывает, в Петербург, ну, говорю, я к вам приеду, там, в командировку, то-сё, что-нибудь такое вот, да. Ну, и говорят, я по-московски, они стоят настороженно так. Да вы не слушайте, что я по-московски говорю. Я не москвич, я не враг рода человеческого. А, ну, ладно, тогда приезжайте, раз вы не враг рода человеческого. Я из Боброво. Вообще, мы Бобровские совсем другие, чем мы тоже не русские, короче говоря. Ну, ладно, приезжайте. Это такой анекдот был, как заполняется анкета, там, так, фамилия Иванова, имя Иванова, отчество Ивановича. Националист русский, негать, питерский. Вот такая вот история. Вот, такие вот дела. Ну, что, пропал куда-то мой любимый, мой любимый, дорогой-то? Сейчас он восстановит или не восстановит? Сейчас я возьму и позвоню. Вот, сейчас я им буду, позвоню. О, а где он есть у меня? Звонит, дескать, да? О, Винник. О, Винник. Сейчас мы позвоним. А может, он уже ушел? Ну, тогда я буду у вас денег просить, чтобы вы перевели. Внизу-то все реквизиты есть. А деньги мне нужны. Боброва без денег. Моментально. Мементе море. Чего-то бы пропали. Вы в альтернативной реальности войдете, оттуда ко мне будете, да? Хорошо. Сейчас, значит, дорогая публика, Винник свяжется со мной из альтернативной реальности. Вот. В этой альтернативной реальности все не так. Там сразу после 23 февраля наступила 25, такое бывает. Вот. И поэтому, значит, они совсем по-другому живут. Вот он в альтернативной реальности сейчас. Сейчас он оттуда к нам что-нибудь напишет. Альтернетив реальность. Да. Ничего не поделаешь. Что-то он не подключается из альтернативной реальности, да? Вот что-то дернулось. Сейчас, наверное, подключится Винник из альтернативной реальности. Ну, где же Винник из альтернативной реальности? Где же Винник из альтернативной реальности? Неужели выключать? А потом сшивать? Это же целая песня. Обрезать концы. Ну, обрезать ладно, только от этого только будет кошернее. А склеивать, это монтировать, потом выгонять, это сколько времени-то? Мне хочется иногда поспать, понимаешь, сладко провести время за чашкой чая. О, пришел Винник из альтернативной реальности. О, ну что, сейчас зайдет он. Вот, с нами представители альтернативной реальности. Вот альтернативный Винник появился. Вот альтернативный Винник. Да, да. Вы продолжаете свои расспросы теперь наверняка. Конечно, ну да, вполне конкурентный к базовой реальности на самом деле. Конкурентно, да? Конкурентно, конечно же, да, согласованно. Ну, вот, некие такие, на самом деле, много веровой интерпретации. Так, есть понятие, это называется такая, знаете, короче говоря, есть модальные логики, да, и в том числе есть многозначные логики. Многозначные логики относятся к классу модальных логик. Так вот, а они есть, значит, да, если не ошибаюсь, Тарским, Альфредом Тарским, по-моему. Может быть, Якохинтика. Но все-таки Тарским доказано. Что любая модальная логика, она сводима к его, так называемой, концепции возможных миров. Но это способ формализации логически. Да, 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 этим увлекаются некоторые физики-теоретики очень сильно. Увлекаются, да? Ну, и вот там какое-то мгновение, и у них только проблема, какая-то длительность мгновения, каждое мгновение, значит, вот расщепляется наша Вселенная намного. Ну, да, 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 они уже насчитали, сколько уже Вселенных нарасщеплялось. Но у них, правда, никто особо не спрашивает, к ним не придираются, потому что, ну, что ты с них возьмешь? Все равно это никакого вреда не наносит, расщепляют и расщепляют. Ну, это больше Гугла, я так понимаю, намного больше. Да, ну, совсем какие-то сумасшедшие числа. Ну, вот, самое интересное, это то, что в итоге получается, что, значит, этих реальностей получается очень много. Каждое следующее мгновение, оно происходит, все возможные его расщепления, да, все возможные квантовые состояния системы. И вот на эту тему очень похожа концепция была в какой-то, в каком-то из фрагментов, в каком-то из частей мусульманской философии, вот, а там была концепция такая, что каждое мгновение Аллах, значит, разрушает мир и создает новый. Вот, то есть, так вот, на самом деле это кино такое у нас. А, да, мутазелитский калам, это мутазелиты багдадские так считали, да, то есть, время квантовано, и да, да, вот именно так. И Аллах создает, разрушает старый мир, создает мир заново, конечно. А дервиши с помощью медитации, ну, как там, называется, пусть зикра своего, помещают свой разум в промежуток между мгновениями, таким образом всегда соприсутствуют при творении мира. Вот так вот. О, какие дервиши-то, да. Вот. Ну, и вот, в этой многомировой интерпретации, значит, как вот, множество миров, есть там понятие ригидный дезигнатор. Твердо обозначающий. Ну, это, короче, класс таких суждений, которые истинны всегда во всех возможных мирах. Ну, и как бы, вот я тут видник, у вас тоже ригидный дезигнатор. Независимо из того, из какого мира он пришел, он всегда задает одни и те же вопросы. Так, вот он, как это, в щель между двумя мирами, как завалился, так это все, и там сидит. В общем, дело ясное, что дело темное с радугой, и почему то сверху она красная, то она снизу красная, и почему она вдруг умножаются, ее какие-то линии. А вот сейчас я вам видео покажу. Сначала я его найду у себя на страничке ВКонтакте, а потом покажу. А потом покажете. А тут речь идет тоже об атмосферных явлениях. Вы прям удари пиадюлбан. Как-как? Удари пиадюлбан. Это такая книжка была детская, по-моему, венгерская, в годы моего детства. И вот там, значит, типа, наблюдай природу, а это задавна берет. Удари пиадюлбан. А, удари пиадюлбан, понятно. Сейчас, говорит, я заклинание скажу, и все тебе отвечу. Ну, типа, где север, какая погода будет. Ну, да. Удари пиадюлбан. И, говорит, вот так там-то север, а вот такая-то погода будет. Да как же ты знаешь-то? Вот наблюдая природу. Да все тут. Вот с тех пор помню это дело. Еще я помню, ари матрак як сечтелопа. Вы не знаете такого слова? Нет. Я вот могу. И сор же де лом дан лорд нок. Я теачу лопа допас как яйца репоцепус. Вот так вот. Что же это такое есть-то? Да, я что-то название статьи какое-то прочитал. Нет, а вот то, что я вам сказал. Это было Ари матрак як сечтелопа. Это политическая карта мира. У меня она висела на стене. Я ее вот узнал вдоль и поперек, и сверху, и снизу. И я даже задва наперед мог читать. И да, знаю, где в этой самой... В Африке там ошибка у нас всегда, опечатка на всех картах. Знаете такую, нет? Нет. Там есть, наверное, надпись Л.И. Берия. А он был Л.П. Берия. Лаврентий Павлович он же был. Лаврентий Павлович Берия. А на Л.И. был Брежнев, а не Берия. Да, да, да. А там так и пишет до сих пор вот Л.И. Берия. Либерия. 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 Да, на самом деле Л.П. Берия это был, а не Либерия. Л.П. Берия, конечно же, да. Да, до сих пор отпечатку так и не справили. Угу. Так. Еще, еще видео. найду найдите найдите как манду еще есть такая столица непала да даже страшно подумать что можно сделать с этим как манду даже как и не выгуришь фейхуа есть из него даже варенье делают представляете да не нашел нашел так а так делегируйте пожалуйста да вам уже давно делегация это проходила на понятного делегировал смотрите так звук уберу потому что этом комментирует такое давайте это летит вертолет поясняю это что же там кремыш нет ни крем нет нет это как раз и ну к параду готовится и вертолеты летают видеть еще раз видеть видите кажется мигает мигает на самом деле это светится светится за кант за концовки винта вертолета а это на самом деле светится его там свечение называется да да есть даже название этого свечения режима эссенция да да триба люминесценция и впервые это наблюдал кто-то из репортеров в афганистане американские вертолеты садились еще 2001 году тому когда американцы вторглись там ловите бен ладана но знаете я такое наблюдал вообще уже раз пять наверное это удивляет какие ненаблюдательные понимаете вот тут у меня как бы есть некие сомнения о чем говорится какова теория значит триба люминесценции что вот мол а значит механическое разрушение песчинок ну кварц разрушается кристаллов твердых кристаллов твердых кристаллов разрушается пыль да в пыль и вот значит там понятно возникает ударные волны ну и большая энергия выделяется возникает свечение дескать триба люминесценцию можно воспроизвести даже дома если допустим по кристаллам сахара сахара именно крепко шарахнуть молотком вот дескать увидите синее свечение ну сам не пробовал интересно попробовать в темной комнате наверное правда на как это надо пить чтобы молоток-то оттеняет предлагают вот раньше были такие вот сахар раньше был во первых головах это нужно кристаллы сахара они прессованы ну да по ним шарахнуть крепко глядишь увидишь и вот шарахать не надо вы его колите когда колют его тоже бьют либо так сказать чем ножиком для полки да так сказать тупиком ножа тупяк берут вот так типа типа берут купяк ножа тупиком ножа вот этим вот колют его так вот тупяк ножа видите у меня специальный какой-то пятки этим самым колите концом а надо вот этим колоть вот а вот этим понятно тупяк вот у меня даже видите пластинка специальный источенная штука чтобы валить ему показались у кого длиннее не знаем вагоне померились ножами говорю да 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 это короткий и нужно вот так вот так вот значит ты какая ситуация это вот и вот значит это да вот так голова которая бывает был тогда пеленый сахар продавали сейчас его тоже нет пеленый можно было так колоть на что делать когда разрушается кристаллическое вещество сахар это разновидность кристаллического вещества он разрушается значит вы разрушаете вы разорвали что тут должно возникнуть возникнет разность потенциалов вы разорвали химические связи между ними проскакивают маленькие искры вот они дают свечение тоже самое интересное происходит например при 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 кавитации при разрушении жидкости кавитация это когда значит быстро движущийся например винт разрывает жидкость да в ней появляются разрывы сплошности значит вакуумные пузырьки и второй вариант этого дела это значит ультразвук вот ультразвуковая кавитация милое дело используется например для очистки чего-нибудь ну например какой-нибудь плата попаянная да но сейчас это уже не делают паянная плата с ней убрать надо чего-нибудь я руку опускал в такую штуку и вот видишь как от руки отделяется это всякое вот с нее удаляется с поверхности руки всякая бяка да всякий жир удаляется вот так вот стоять рядом с этой установкой если включенное какое-нибудь средство радиопередачи а там ночью нас как это я снимал тогда для первого образовательного канала а там значит у нас появляется помеха вот это как раз разрыв сплошности дает помеху более того разрыв сплошности дает еще что землетрясение разрыв земли вот например перед началом землетрясения когда там уже начинает потрескивать а там потрескивать серьезные поверхности серьезное количество вот этих разорванных химических связей то в принципе дистанционно можно наблюдать это дело вот просто регистрируя в радиодиапазоне но это широкий спектр понимаете при скором разряде спектр очень широкий не забывайте что в надзоре радиосвязи вот ну времена скажем попова времена войны значит русско-японской войны в связи использовался просто электрический разряд 2 шапка на них подается высокое напряжение разряд широкополосные совершенно на конце принимать было даже такое понятие термин такой был беспроволочный телеграф это вот такой разрядник тут еще зеркало который отражает и на той стороне тоже такое зеркало там приемник стоит так сказать антенна или сам когерер который вот это регистрирует разряды вот вот такие вот были вот системы да ну так вот это вот вот такой широкополосный сигнал он возрушает вообще при разрушении и самый интересный объект либо люминесценция не ну вертолет от конечно здорово это можно наблюдать его и а вот что касается в жидкости триболюминесенции там говорят что так вот наблюдатели сняли спектр эти триболюминесенция спектра все дело мертвое по спектру можно много чего определить и определили что это спектр излучения абсолютно черного тела с температурой несколько миллионов давайте расскажу вам что к чему борис сергеевич я маленькую ремарку сделаю вот меня удивило что да что вот обнаружили впервые на что в афганистане это засняли эти фотографии там под море за заре шарифом пустыне садятся американские вертолеты все это хорошо видно я это видел и и утверждает что это либо значит разрушение кристаллов то есть это либо пыль либо кристалл льда ну поэтому афганистане в пустыне понятно пыль я это всегда видел в нашей средней полосе всегда летом ну или осенью короче температура была положительная один раз это видал самолет где-то в августе месяца на высоте километра в новосибирске над академгородком один раз я видел как самолет садился в парке горького в городе москва это кто ж такое что-то там что-то там происходило это было прошлой осенью решил повторить его его трюк парке горького где там сесть можно самолеты там где-то видимо на на это на входе на входе вот я явно с территории парка культуры взлетал вертолет номер 8 вертолет не самолет вертолет конечно а другое дело я думаю совершенно совершенно очевидно и вот он не высоко было только взлетел до высота не превышал 50 метров вот и вот здесь я наблюдал целый вечер витали вертолеты я в течение двух часов наблюдал десятки вертолеты ушли в учение значит и была положительная температура летит летали они не высоко высота не превышал 200 метров и вот тоже самое видел то есть речь о как бы они кристаллах да и пыли вот таком количестве не идет то есть было не идет идет 22 возможное объяснение когда у вас происходит движение вот этого винта или самолета там ведь кроме всего прочего происходит понижение давления на крылом самолета давление ниже чем под крылом принципе я при понижении давления происходит охлаждение воздуха и может произойти конденсация частичек льда это так как гипотеза то же самое с пропели с этим винтом с несущими лопастями вертолета может быть но мне лично всего больше нравится то что это что-то напоминающее кавитацию но кавитация в газе прицелка на этом можно докторскую написать вот это вот придумать как как разрушается сплошность газа да сейчас скажу вот то что светящиеся ударные волны бывают от все знают более того даже они если не не светящиеся их можно наблюдать до их видно видно за счет преломления их видно просто там преломление да но если светящиеся волны обычно это приводит при гиперзвуковом движении ударная волна такая вот почему называть гиперзвуковая это просто в этой ударной волне ионизация идет и она светится ну там плазма возникает там такой вот такой ударный фронт мощном газ на температуру что она начинает светиться да вот ну принципе говоря хорошо бы конечно снять спектр этого излучения если если я вам послал видео сейчас контакт более высокого разрешения с более близкого расстояния 20 секунд рекомендую посмотреть там как бы получше видно цвета но но я думаю что там не удастся спектр снять а спектр снять на для того чтобы понять что там светится там может светиться газа входящий состав атмосферы азот и кислород да вот они возбуждаются чем то есть что-нибудь их усумело возбудить то есть вот возбуждение свечения вот этим механическим воздействием было так была такая работа у прохорова того самого прохорова колобоваят нобелевский премии который был председателем совета где защищал диссертацию и который сказал это записанным в секретном протоколе під 엄마 кирю бил нос про это не сказано протоколе он сказал он прав когда там через что-то объяснялся спорил с каким-то доктором наук не с каким-то доктором наук а доктор наук два года известный доктор он сказал он про меня сказал это в протоколе это есть пока часть это в протоколе есть он прав вот такой значит он прав да так вот он значит делал опыты такие ему принадлежит от вроде как даже открытие что генерации звуковых волн в жидкости при облучении значит мощным потоком лазерного излучения генерации звуковых волн понимаете вот эту понимаю понимаю оптическая волна мощная до возбуждает там значит какие-то фаноны фанонный спектр фанонный спектр ведь не только у твердых тел есть он наверное жидкости и миг прохоров сказал значит так она есть вот ну вот такие вот вещи не не исключено что здесь понимаете вот это вот механическое воздействие возбуждает каким-то образом обратно свечения свечения святого свечения футонное возбуждение может быть может он возбуждает молекул не но вы понимаете если вы молекулы бьете друг от друга например в ударной волне они могут возбуждаться они могут реализируют за счет столкновения столкновительное возбуждение столкновение соответственно люминесценции будет из-за этого ну вот это можно так объяснять конечно при полетах над москвой там ожидать большого количества пыли как не приходится тем более к этому все подмосковье в данном случае вот не приходится в нашей полосе не приходится ожидать большого количества пыли вот теперь начать начал говорить про люминесценцию которая там бывает с температурой миллион градусов да вот потому что это регулярный вопрос который задает публика я вот раз уж я про него заговорил публика обидится если я ее не раскрою вот сейчас я буду раскрывать ее да сейчас мы будем раскрывать терпение 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 так терпение все кончилось терпение начинаем показывать где он тут есть у меня вот он безымянный так значит сейчас я нарисую вам спектр излучение вот это вот частота вот это вот интенсивность излучения и вот я вам нарисую сейчас попытаюсь нарисовать спектр где-то так вот излучения спектр излучения абсолютно черного тела нагретое тело но может я немножко длинный фронт сделал но тем не менее покорочено отчетом по их сучу по игреку значит по иксу тут частота частота от слова часто интенсивность квадратный метр интенсивность излучения мы это дело попробуем нарисовать вот он такой печетчик вот туда куда-то падает да вот этот максимум излучения он зависит от температуры это значит частота значит зависит от температуры до которой зависит от температур of Claytonа максимум излучения закон виена такое есть до что по моему пропорциональной температуре да вот она пропорциональны темпи абсолютно температура так ну а вот теперь дальше Увеличили температурку, да? Хорошо? Да. Погревая пошла выше. Выше, 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 выше. На чем обычно студенты ловятся, что им просят нарисовать, они ее рисуют, и она пересекающаяся у них получается. Температура выше. У нее вообще больше излучения, вот эта вот новая температура. И короче говоря, ну представляете, эта температура в Солнце там 5000 градусов. Это же ерунда по нашим понятиям, правда? Да. Ерунда. А тут миллионы. И вот по-любому, когда мы с этим имеем дело, у нас тут, когда эти миллионы градусов, пика этого не видно просто. Он уже будет где-нибудь в рентгене. В рентгеновском диапазоне будет. Если тут при нормальной температуре 6000 кельвинов, это длина волны полмикрона, да? 6 миллионов – это будет полнанометра уже, да? 6 миллионов – полнанометра. Полнанометра максимум, да? Это уже… Нет, ну это еще почти что очень мягкий рентген, короче говоря. Понятное дело, что это очень мягкого рентгена, а тут никто не видит. А видит они вот эту вот полосу, вяло-вяло поднимающуюся. И она вяло поднимающаяся, она высоко-высоко, вяло-вяло. Куда-то туда уходит уже, у меня нет ничего там туда рисовать. Она еще поднимается, поднимается. Вот этот пик будет очень далеко, мне не хватит никакой бумаги его нарисовать. Да. И они вот по этому углу наклона, вот на этом участке, они гадают, да, гадают, гадают, про поводу по этому углу, гадают, какая будет температура. Как я понимаю, точность определения вот этой температуры, где находится максимум, она очень приблизительная. То есть вот это вот ню максимальное – это очень с большой ошибкой определенная величина. Ага. С очень большой ошибкой. Отсюда и большая ошибка с температурой. Вот, плюс к этому Вадимир. Я так думаю, что это просто некая ошибочная вещь. Это первый, как первый вариант ответа. Либо второй вариант ответа – природа этого излучения не тепловая. Она вообще-то не должна быть тепловой. Ага. Это же происходит разряд, я говорил, разрыв сплошности, разорванные химические связи, проскакивает искра, грубо говоря. То есть это, да вообще это может быть все что угодно. Это просто, грубо говоря, свечение газового разряда. Угу. Ну, хочется же поверить, что ты получил 50 миллионов градусов. Да? Конечно, но за концовки лопастей вертолета 50 миллионов градусов хочется. Без всякого токамака, это в жидкости, без всякого токамака, и ты будешь в этой жидкости сейчас делать холодный термоядерный синтез. Ну, почему холодный, непонятно, но потому что… Да. Градусов, якобы. Вот периферии у вас холодные, то есть не надо там бочку… Ничего не получится. То есть я думаю, что это просто такой артефакт называется. Вот интересный вопрос. Да, вы задали. Очень интересный вопрос с этим вот делом. Очень загадочный. Так, а где вот вы мне прислали видео? Древние даосские китайские учителя учили чаще смотреть в небо. Чаще смотреть в небо. Они молодцы. Да. Так, и что он мне ничего не показывает? Просит показать на… А, вот он. Вижу, летит. Ракожабра летит, стальная птица. Да, эффекты. А это не у него светится… Не-не-не-не. Не огни, нет. Не огни. А тут могли бы юмористы там прилепить какие-нибудь фонарики-то? Нет, это не огни. А, ну я не показал это видео. Давайте я покажу это видео, раз уж вы так уж. Были любезны его прислать. Где на том есть это видео? Ну-ка давай, расширяйся. Что-то он не хочет расширяться. А вот сейчас мы его расширим. В меру. Так, стоп. Сейчас будем показывать. Так, это куда? Сюда. Это вот не сюда. А вот это вот. Показываем. Показываем. Поделиться. Отраковиться. И увеличить. Вот он, видите, летит? Крыльями машет. А сейчас будут огоньки у него появятся. Красный и зеленый, по-моему. Ну, это он навигационные огни включил, да. Он огни, да. И куда-то он летит на красном фоне. Это крокодил летит. Да. Крокодил. Ми-24. Крокодилы. Вот так вот летают крокодилы сейчас. Да, не зенька только, не зенька. Летают? Ну, не зенька, не зенька. Вот. Ну, вот интересно, конечно, такой момент. Это, кстати, одна из загадок, да. Хоть там и сказали, что бодро эта кварцевая пыль лопается, да. Да. Но напрасно сказали. Кстати, есть такой замечательный опыт, который делается с помощью пьезозажигалки. Пьезозажигалка для газа бывает такая. Наша, советская. Ну, да. Да, да, да. У нее, чем она хороша, примитивная, что у нее вот эти два электрода, их можно даже развести друг с другом. Берете вы позолоченную посуду и к позолоте прикладываете. Чпок. Причем позолото сверху покрыто, как известно, так называемым, поливом, да. Полив, полив. Ну, это тонкий слой прозрачной эмали. Эмали. Стеклянная, да, да. Вот и прикладываете, в темноте особенно, и видно, как там искра проскакивает вот в этой вот золотой штучке. По всему периметру там, грубо говоря. Качут они. Это очень интересно, почему? Потому что вы подаете высокое напряжение, и там очень крутой передний фронт, частота получается высокая, и он проходит этот передний фронт через полив, да. Он тонкий же, да. И этой емкости хватает, чтобы она стала для него прозрачной. Пробила. Он проводит пол. И вот он. Все равно. А вообще, самый простой способ поставить такую посуду в СВЧ-печку, она будет трещать, мигать, там будут искры, но этого делать, наверное, не нужно. Ну да, проще, я же рассказывал, проще взять сигарету, поставить ее в рюмку, под подожженную сигарету, и поставить в СВЧ-печку. От нее очень быстро, так сказать, отсоединится фаербол, ну, провода плазменный, огненный шарик. И будет, как безумный, скакать, значит, под потолком микроволновой печи. Можете сделать это прямо сейчас, в принципе. Ну, там может быть максимум, что у вас на потолке микроволновки останется такой закопченный след, ну, испортите печку, и все, ничего страшного, да. Винник виноват, да. Винник виноват, да. Не я, не я, Винник. Рекламации мне писать не надо. Короче, дисклеймер. Да, да, разумеется, делайте это только в гараже, только со старой микроволновкой печи. Это не нужно. Которая вам не нужна, да, и так далее. Наденьте защитные перчатки, желательно еще чуть-чуть, противогаз. Вызовите сразу пожарных, нужду спасения, всех, кто положен. МВД еще рядом будет. Ну, выглядит эффектно, я скажу. У вас восстановит, да. Выглядит эффектно. Да почему же так происходит-то? Это плазма там получается? Ну, я думаю, плазма, то есть, то есть недогоревший, как будет вот этот газ, дым, собственно говоря, он, ну, просто, да, видимо, разогревает. Долго шар летает? Долго летает шар? Долго, вот все время, пока у вас горит сигарет, включена микроволновка, он там летает. А сигарет-то не горит уже? Горит. Горит. А фэрбол летает еще? Он же не соединен с сигаретой-то? Не, он не соединен с сигаретой, ну, может быть, он подпитывается, он же все-таки, он как бы расходуется, и все равно подпитка, как бы, есть этого, еще рабочего тела, или как это назвать? Подпитывается с электромагнитными волнами? Материя, вот там же что-то должно же разогреваться, имитация, фэрбол же что-то состоит, он состоит из продукта сгорания и сигареты все-таки. Когда зажженная сигарета, нагретый воздух, нагретые продукты сгорания, и вообще пламя, это вообще, как известно, что? Это плазма, холодная плазма. Ну да. И вот она у вас, эта плазма проводящая, в ней, значит, жжжик, пошли электромагнитные волны, начали поворачивать эти вот молекулы туда-сюда. Там молекул, очевидно, такие типа молекул воды, там же при сгорании табака образуется не только углекислая, но и вода, и вот они-то вращаются, вращаются, это все нагревает хорошенько, хорошенько нагревает так, чтобы воздух светится. Интересно, интересно, но это вообще интересный фокус, это надо объяснять. Ну, не хочется мне портить свою СВЧ-печку, а то бы я, конечно, проэкспериментировал. И ничего не будет, Борис Евгеньевич. Сколько я раз так делал? Нормально, работает. Работает. Ну, надо будет купить сигареты, я же не курящий. Вы-то курящий? Нет. А где же берете сигареты-то? Стреляете? Ну, бывало, стрельнуло. Ради такого дела, не грешную сигаретку, пойти купить. Раньше они вообще в киоске продавались. Пошел в киоск, купил сигаретку за рубр. А сейчас видите как? И опыт поставил. Да. Это интересно вообще. А то могут сказать, а нельзя ли этот фаербол как-то вооружить? Как однажды Путин спросил про нейтрино. Нельзя ли нейтрино вооружить? Ему говорят, нет. Да вы что? Да, ну это известный был случай. Но вообще нейтрино то вооружить предлагал еще ныне покойный Пентикорова Бруно. Угу. Бруно Максович или Бруно Максимович Пентикорова. Он предлагал пучок нейтрино отправлять в ту сторону, где подводная ракетоносец и вокруг ракетоносца будет появляться некое излучение, связанное с обратным бета-эффектом. Вот это бета-распад, будут, полетят, значит, электроны полетят, и эти электроны будут лететь со скоростью больше скорости света в воде и через черенковское излучение. Эти вспышки черенковского излучения можно будет... Редактировать. Вот, в принципе говоря, это старые идеи чуть ли не 50-х годов, чуть ли не, ну, скорее всего, 60-х, и, конечно, она не реализована, но в одной американской лаборатории значит, пучок нейтрино из одного помещения в другой, ну, просто рядом с ускорителем был пучок нейтрино, на нем в другое помещение, вот, они передали за час, по-моему, с помощью вот этого промодулированного сигнала слово нейтрино. Ага. На английском языке. Да, да, да. Ну, да, так сказать, плотность информации невелика есть, ну, хоть что-то. Ну, скорость надежна. Скорость передачи очень маленькая. Угу. Редко взаимодействует же, то есть это должен поток быть очень мощный. Ну, тем не менее, значит, сигнал, скажем, от ускорителя в ЦЕРНИ регистрировался в лаборатории, которая находится в Гранд-Сасу, это под хребтом, разделяющим эту саму Итарию на две части. Ну, мы недавно же это обсуждали, да, вот у меня где-то даже в компьютере отчет висит, что из дубны ловили в Гранд-Сасу. Да. И самое главное, что они тогда, тут точность времени, какая привязка, они объявили, что у них скорость нейтрина получилась больше скорости света. Они просто таймер запустили, на счетах, они, в принципе говоря, момент запуска-то регистрировали. То есть послал, он включился. А в одном американском фильме, там два эмигранта из России, из Советского Союза еще, да, они придумывают всякие способы быстро передавать информацию биржевую. И вот способ, это с помощью пучка нейтрина. Сразу вот через землю, земля-то кривая, да, вот через землю. Ну да. Вот такой способ у них был. Понятно, чтобы эти, как сказать, торговые роботы, они успели быстро сработать и там выставить ордер на покупку или на продажу. кончил с тем, что они, это реальный случай, они засверлили, значит, линию связи, но по прямой вот не сделаешь, они срезали. Ломаный такая получилась. И они ускорили передачу информации, но конкуренты просто поставили вышки, типа сотовой связи, да, радиорелейной линии. Там же коэффициент преломления это единица. Ну, то, что, что она кривая. У них коэффициент преломления больше единицы в световоде. Там еще затухание, там еще располагание. Ну, короче говоря, они проиграли. Напрасно сверлили. Тем более, что один из персонажей был больной раком и отложил свое лечение. Короче говоря, в дураках они остались. Наши русские в Америке остались в дураках. Да, такое бывает. что, нация, которая вся помешана на зарабатывание денег, не тяжело делегаться в этом плане. Все тоже помешались, но не получилось. Это когда было? Да, это было уже не так давно было. Наверное, в этом веке уже. Но эту тему даже фильм сняли, как сказать, основанно на реальных событиях, что называется. Да. Да, быстро защищенная система связи это пишет. Крайне интересно. Это можно вооружить, то есть обманули, они президента-то. Вот не обманули бы, президент дал бы им денег на изучение. Он ребята там в Америке придумали регистрировать темную материю. Им дали денег, они построили огромный детектор темной материи. Ну да. Но мы на нем будем все время регистрировать нейтрино, будем от этого фона избавляться. Ага, нейтрино будут регистрировать. А тот может быть темную материю зарегистрируем, кто его знает. Ну если повезет. Ну вот РНГ уже регистрировали темную материю в нашей лаборатории физики в подвальчике. Знаете, что они ловили? Они считали, что фаноны должны быть какие-то продуцироваться. Темная материя, когда она пролетает через землю и с ней взаимодействует. Ну они исходили из того, что какое-то взаимодействие есть. Ну по-моему до сих пор ловят. Поймали? Нет, не поймали. Я думаю мы про это уже знали. А может быть поймали, но начальственные сказали, сидят и радуются себе. Может быть они там имеют в виду, что фаноны, которые в земле возникают за счет взаимодействия гравитационного темной материи и потому что темная материя гравитационно взаимодействует с нашей материи. Взаимодействует. Да, но правда тут я вам рассказываю все эти разговоры, когда объясняют, что вот кругом нас темная материя, от нее не спрятаться, не скрыться. Ну хорошо, не спрятаться. И в чем ее очень много. Ее там раз в 10 больше, чем нашей материи. Да. Тогда возникает вопрос, если ее так много, хоть чуть-чуть земле могло достаться, оно тогда с землей так или иначе связано, ну падает на землю, пролетает и так далее. Сергеич, так и досталось. Да, если досталось, есть декий теоретик, у меня есть его статья, на память не помню, если будет интересно, найду, который утверждает, вот что бы вы думали, это просто немыслимо, что земля намного легче, что земля намного легче, чем нам кажется. Ну не, ну она раньше была легче, земля как бы пухнет, конечно же, от темной материи, и понимаете, он решил старую вражду значит этих органиков и неоргаников происхождения нефти. Нефть результат наработки, так сказать, нефть нарабатывается темной материей. Поэтому она такая темная, да? Ну конечно, то, что он в том числе нефть, нефть, батюшка, это неорганика, конечно. Подробнее объясните, как это может быть? Не помню, надо найти статью, я найду. В том, что если она взаимодействует с Землей, то только гравитационно. А у них такой постулат, что она с нашей материи никак не взаимодействует. Нефть нарабатывать она не может непосредственно. Она может только вот пролетать через Землю, частица, на другую сторону, вылетает и обратно падает. Она с ней может быть связана. Так же, как, например, звезды связаны с шаровыми скоплениями. Шаровые скопления звезд, там ведь нет какого-то движения по орбитам. Они просто падают, пролетают обратно, падают, пролетают обратно. Они могут улететь, потому что они в комочке. Вот. И если это так, то, значит, Земля должна просто массу иметь больше. Значит, объясняет, не может она иметь массу больше. Скорость движения Земли 30 км в секунду, а у этой больше. Она просто с ней не задержится, она пролетит. Хорошо, а Солнце... И больше, чем у Солнца. Хорошо, а где тогда искать, если она больше, чем галактическая галла, там же оно, как бы, его же, ее же вычислили, заговоры из-за этого, из-за того, что галактики не так летают. Звезды в галактике не так летают. Сказали, что звезды в галактике летают слишком быстро. Слишком быстро. А если это в галлоне, это на галактику влиять не будет, если она в галло летает. Это вопрос такой, очень даже такой темный, я бы сказал. И, кстати говоря, вот это вот то, что распределение скорости, скорость поступания, ну, скорость, как это называется там, линейная скорость звезд с расстоянием от центра галактики не убывает, она постоянно. Это, в принципе, легко объясняется, если плотность, ну, плотность на квадратный метр, что называется, диска галактики, вот там в ней, вещества в галактике, убывает по гиперболическому закону единицы на р. Вот если она так убывает, куда, в принципе, действительно, все нормально, это будет вот все хорошо. Это будет убывать, как нормально, все будет весь, ведет себя, как и положено. Вот. Ну, вот это вот странно. Да, странно, что не бывает. Ну, поэт, это мы привыкли думать, что галактика, что-то вроде водоворота, но аналогия похожа. Вопрос. Объяснение игнорируется, очень странно, кстати говоря. Всего лишь распределение массы внутри диска, диска. Интересное, плодотворное объяснение. черная материя. Ну, а что, ввели новые сущности, как бы, все хорошо. Началось от те времена введения существа, когда массу галактик определяли по ее светимости. А светимость определяли, значит, фиксируя ее, вот, что к нам приходит, да, и с учетом расстояния до галактики. А расстояние до галактики имел тала погрешность не десятки процентов, а разы. Да, а эти, стандартной свечи не было еще этой, еще черти, когда было? Чуть ли не, ну, лет 70 или 80 тому назад. Так что, очень такое все. Ну, понятно, и тогда понятно, вопрос, конечно, о вот этом зазоре между видимой массой и невидимой массой как бы не стоял. понимаешь, что там такое есть дополнительное, мы, говорит, не знаем. Наверное, что-то есть, а что-то могло быть. Ну, короче говоря, фигня из-под коня. Ясно. Борис Сергеевич, последний вопрос такой технический. Вот, значит, есть у нас в России такая, короче, летательный аппарат. беспилотный, сейчас скажу, как он называется, который используется в качестве мишени, ну, мишени для тренировки расчетов ЗРК и летчиков-истребителей. Вот. И на нем, для того, чтобы больше у него была эффективная поверхность рассеяния, что-то ставит, да, наверняка? А, ну да, да, на нем ставят, на нем ставят некую линзу, сейчас скажу, как эта линза называется, на самом деле, это не оптическая линза, конечно же. Это линза, которая, как сантиметровые волны преломляет, или какие-то, но она преломляет. Скажись, да, сейчас скажу, сейчас отмотаю, вот. Ага, ага, линза Люниберга, линза Люниберга, да, 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 Ставят эту линзу, да, чтобы для имитирования, я, тихо сказать, стелс-самолетов. Вот. Ну и на самом деле ее на стелс-самолеты тоже ставят. Летательные аппараты с низкой радиозаметностью. А зачем ее туда ставят? А? А зачем ее туда ставят? Ну, чтобы облученный сигнал рассеивать, то есть вот если насмотреть на F-35 или F-22, там прям торчат такие у него, прям такие штырь торчит, представляете, я обращал внимание, торчит штырь, и там такая бочечка висит, стакан. Ты думаешь, ну вот он весь такой гладкий, зализанный, а тут такая торчит какая-то ерунда, но она же явно должна быть радиоконтрастной. А нет, это оказывается специальной линзой для рассеивания. Чтобы там интерферировать, гасить, да, понятно. Вот тут что написано в Википедии. Значит, линза Люнинберга, такая линза, которая показатель преломления не является постоянным, а изменяется по некоторому закону в зависимости от расстояния от центров, сферических, или от оси в цилиндрических линзах. Обычно закон изменения показателей преломления подбирается таким образом, чтобы при прохождении линзы параллельные ручьи фокусировались в одной точке на поверхности линзы, а испущенные точечным источником на поверхности формировали параллельный пучок. Подобная конструкция впервые предложена немецким и американским, он же американский математик Рудольф Люнинберг. Тут, значит, показатели ЭПР. Применение в СВЧ-технике применяется, оказывается, в памятных микроволновках. Одним из таких используемых является создание сильно отражающих радиоволны объектов. В частности, линзы Люнинберг используются в ракетных мишенях для имитации эффективной площади рассеивания реальных целей с большими размерами, например, боевых самолетов. А, то есть, как бы это маленькое мишень, она имитирует большой самолет. Вот, я немножко удивился, зачем ставить эту линзу на то, что хотят скрыть. А вот еще и зачем-то то, что хотят скрыть. Вот, сейчас я посмотрю. Где-то я даже вот ела. Вот, может быть, ее там, ну, переворачивают другой стороной. Вот, приняли линзу Люнинберг в качестве формирователя луча фар. Вот, представьте, то есть, оказывается, первая фара на американском эсминце крейсере в 60-х годах фазированной антенной решеткой. Она была на основе этой линзы. Назывался радар AN-SPG-59. Первый в мире радар с фазированной антенной решеткой. В отличие от современных радаров с фар, где пространственная картина луча формировалась с помощью управляемых фазовращателей, в этом радаре использовалась линза Люнинберга, расположенная в надстройке корабля. Выбор этой технологии был бы условен отсутствием в 60-х годах компактных, надежных фазовращателей C-диапазона. Вот как-то так. Ну, короче, не очень эта штука этим военным это понравилась. Так, сейчас я загуглю эту линзу Люнинберга, потому что то, что с одной стороны увеличивают для фазовращателей контрастности, а с другой стороны а вот, да, тут, пожалуйста, статья, вот на F-35, там целых три штуки. И там написано, что это линзу Люнинберга? Да. И для чего же они там? Сейчас я вам статью пришлю. А вы прочитайте. Сейчас. Так, от загадочного артефакта до современного истребителя. Статья называется. Так, так, так. Угу. Значит, тут схемка. Значит, про этот крейсер, про фар, фразированная решетка, так, так, волноводок. Ага, вот. Значит, сейчас используют в качестве эффективного отражателя радиоволн. Если покрыть одну ее полусферу радиоотражающим материалом, то линза с очень небольшими потерями мощности отражает падающий на нее сигнал точно в том же направлении, откуда он пришел. Делает их многослойными. Каждый слой имеет свою диэлектрическую проницаемость. Чем больше слоев до 10-15, тем точнее можно соблюсти требуемую квадратичную зависимость показателя преломления от радиуса. Так, вот они, значит, на китайском истребителе пятого поколения J-20 и как бы на этих F-35 на современных истребителях. Ну, так вы, то, что вы сейчас прочитали, это будет демаскировать. Вы ее облучили, он вам обращает. Он обращает назад, да, может быть, он узко обращает, не рассеянный пучок, а узким лучом мимо, я не знаю. Сзади-то на современных истребителях линзи используют для скрытия истинный ЭПР. Отражая сигнал радара в ту же сторону, откуда он пришел, то есть обратно к радару. Ну, как бы же должен обратно к радару прилететь. Ну, понятно, то есть они не знают ее истинный ЭПР, просто они не знают ЭПР, то есть. Точная засветка неизвестна от чего. Неизвестна от чего, то есть нельзя сказать, что это такое летит. Это смело, это смело, надо прямо сказать. Это, видимо, искусственного интеллекта с этим радаром, да? Ну, может быть. Не знаю. Потому что так-то по-хорошему он наблюдает за целями, тут он видит цель с большим-большим ЭПР, явно, говорит, это не тот самолет, который я ловлю. Угу. Здесь как помеха. Но это только приучится, это как были головки наведения вот эти оптические по самолетам, там самолеты стали разбрасывать ловушки вот эти пиротехнические, значит, тут же стали сделали значит несколько... Покажу, покажу. Да, говорите. Сделали чувствительность, ну, чувствительность в нескольких диапазонах этой головки, сразу стали подбирать эти разбрасыватели. Угу. Ну, короче говоря, это долго не проживет. Ну, да, найдут средства борьбы. Ну, вот смотрите, вот на F-35. Вот видите, такой стакан. Ну, вот он. Вот на этом, на G-20, на китайском тоже. Вот, вот это верхнее, судя по всему. Вот, тут что-то тоже прикручивает. Вот такие дела. А у нас, вот это воздушное мишень, она ставится, значит, для того, чтобы имитировать большой самолет в радиопозоне. Смотрите, ну, это просто ракета F-1 с вот этим импульсным движком. И что самое интересное, знаете, на каком топливе летает вот этот вот прямоточный на бензине. Вот почему на бензине? Почему не на керосине, да? Да, да, да. Ну, а же ПВРД у него пульсирует. Топлива, бензин автомобильный, да, пульсирующий, вот здесь на ВВРД, не написано, что он прямоточный. Ну, я думаю, прямоточный, что-то, турбины тут явно никакой нет. Конечно же, он ПВРД. Как, ну, написано, пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Да, да. Как происходит? Там есть фаза сжатия в этом пульсирующем реактивном двигателе. Фау-2 тоже летал на бензине, на керосине. Фау-1, то есть. Тоже на бензине, да? Пади, да. Там же хитрый этот пульсирующий двигатель, он не такой, как наши, да? Он вообще это сильно напоминает паяльную лампу. Паяльная лампа, извините, она что же часто пульсирует? Вот ее заведешь, она тебе прочихивает, она па-па-па-па-па-па-па-па. Нет, она прочихивается, это да. А тут тоже бывает фаза сжатия, тут это напоминает работу поршневого двигателя. Он импульсно дает. Не потому, что там у него прочихивается, а потому, что там у него сгорание происходит импульсами, там сжатие, впрыск и так далее. ПВРД именно так работает, он работает не так, как всем положено нашим. Не непрерывно, да? Любой ПВРД работает, так сказать, Циклограмма работы, сейчас попробуем найти циклограмму работы, ага, вот так вот надо нажать. Так, ну я включаю свою демонстрацию. Пока можете не отключать, еще радоваться, у него. Так, ПВРД, ПВРД. Сейчас, прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Так, не то, пульсирующий. воздушно-реактивный двигатель. Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Так, пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Так, и вот тут его есть циклограммка работы, да, вот она такая вот, циклограммка, по-моему, на картинке. Сейчас мы найдем ее. Так, камера смешения, свеча зажигания, камера сгорания. Да, воздухозаборник, клапан. А, ну вот тут картина прекрасная, сейчас я вам покажу ее. Прекрасная картина, которую без текста можно вам показывать. Где она? Прекрасная картина. Видно? Видно. Ну вот он, воздухозаборник, здесь, обратите внимание, клапан заслонки, это клапан, вот это вот, вот он проходит воздух, форсунка распыляет эту смесь, потом клапан закрывается, и вот эти свечки, свечи, поджигают камеры сгорания, да, вот тут вот смешение произошло, смешивание, перекрыли форсунки, бабахнули, бум, выплюнули через трубу, и дальше, бум, 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 он пульсирует, пульсирующий воздушный реактивный двигатель. Ага, понятно, да, где-то смешивается, а где-то, ясно, я не знал, что он двухкамерный, интересно. Это циклический характер, тяга, определяемая истекающими продуктами сгорания, но это понятно, их количество, пульсирующий характер работы, сделал его в применении невыгодным в большой авиации по сравнению с двигателями, имеющим непрерывный процесс горения. Но в примоточном воздушно-реактивном двигателе там нужно был компрессор, ну это понятно, какие-то примоточные, которые на больших скоростях, это точно компрессор не нужен, пластики, вот, а то турбокомпрессорный двигатель, он, значит, компрессор сжимает, да, да, крутит, да, а это он запускается очень весело, хорошо. А вы знаете, даже я припоминаю, был проект прямоточного двигателя внешнего горения, то есть, это такая, самолет с такой кленовидной формы, с вот такими выемками, которые, ну, напоминают, я не знаю, там, глиссер. По-моему, это был британский проект, хотя, я думаю, что не один он был. Британский корсунки, они вот прям вот просто на поверхности располагаются, и там в некоторых вот этих выемках возникает уплотнение, под скачком уплотнения, то есть, там скачок конструкции. Это, по-моему, был британский проект, если не ошибаюсь, я могу ошибаться. У них был воздушно-реактивный самолет, проект, вот он будет летать в космос, таскать туда грузы и возвращаться. Но потом они его закрыли. У него какое-то красивое название было, как всегда. Ну, это как бы, а у них были демонстраторы какие-то модели? Можно верить в динамической трубе обдуть, продуть, написать отчет. Что-то там горело у них. Милое дело, милое дело. Что-во, что-во. Аэродинамические трубы это самое то, что надо. Красивая идея, представляете, летит такая дурында, у нее как бы пламя на поверхности, это вот подскачка уплотнения и форсунки впрыскивают топливо непосредственно, так сказать, в окружающее пространство. В окружающее пространство, оно тут же воспламеняется, смешиваясь вот этим с воздухом, который прошел вот этом клену сжался. Ир, я как-то, ну, не то, чтобы я видел, я присутствовал на том месте, где обдували из аэродинамической трубы танк. Зачем там бывает танк? Танки же быстро не ездят. Ну, у вас случится, опрокинет его атомным взрывом или нет? Ну, я не знаю, видимо, мерили ЦХ экспериментально. Видимо, насчет того, что опрокинет или нет, да, вот, возможно. Ну, а что не провести эксперимент? Провели, его прямо на улице поставили, а трубу вывели из помещения, но это было удивительно. Обалдеть. Бум, продули и все. И дунули. Как эта труба отработает, я слышал, тогда в соседнем здании вообще нельзя друг друга услышать. Труба заработала. Знаете, я слышал, жил как бы относительно недалеко от трубы. Вот. Ну, это что-то с чем-то, конечно. Нет, это не трубы все-таки, это на стендах гоняли двигатели. Реактивные двигатели гоняли на стендах, а другую. А по другую сторону там было предприятие, где как раз гоняли двигатели. Ну, порой рев стоял такой, что на микрорайоне разговаривать было невозможно. Да, это круто, круто, круто. А там, где я живу, раньше каждую ночь было слышно, как стучат дизели на дизельной сборке, их же там собирают, и они длительное время, ну, чтобы проработалось. Стукмоторный, то есть, да, звукмоторный. Чем-то же меньше стали делать. Раньше их стучали, это двигатели судовые. Большие, ну да, они же, понятно, меньше делают. Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Да, 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 знаменито. А такие вот тепловозные дизели, то они тише, конечно, гораздо. А сюда выйти, они шумные. Ну, это здоровая, конечно же, дурында. Самый большой двигатель внутреннего сгорания, я так понимаю, в принципе, как класс. там еще поршень такой, что-то человек помещается. Ого! И они работают на мазуте, на такой называется флотский мазут. Он вспышкивается и сгорает там. То есть, ну, он как бы достаточно жидкий, чтобы его можно было впрыснуть. Да, называется флотский мазут называем. Что там, чего, не знаю, но, не, но у нас меньше делали двигатели, меньше. но все равно мощные они, мощнее, ну, типа, для маломерного флота относить, не для Титаника поменьше. Титаник, он без нас. Так, какие еще есть квешены у вас? Да, ну, пока хватит, надо что-то оставить и в запасниках и интервентуальных. Вот интересно поговорили сегодня впервые, вот такой у нас был разговор, когда вы ко мне пристаете с вопросами по естественным наукам, да? Можно продолжить этот формат? Давайте продолжим. Человек из мира противоестественного, можно сказать, как это, из параллельной реальности, он задает вопросы мне про естественные науки. Да, хорошо. Так, ничего не хотите добавить? Учение свет, не учение тьма. Учение света, а не ученых тьма, там, Райкин так говорил, Аркадий Сакович так говорил, учение свет, а не ученых тьма. Ну, это шутник же, известно. Ну, много что говорят, есть еще ученые, съешь, известно, что толченого. Ученые, да, ученые моченые. Ну, это, так же, врифмуют, а там со смыслом, учение света, а не ученых тьма. Ладно, товарищи, вот, учитесь, да, наука сокращает все опыты быстротекущей жизни, а это кто сказал? Не знаю, впервые слышу, Борисович. Здесь мой сын, наука сокращает все опыты быстротекущей жизни, это написал Пушкин, а это в его произведении Борис Годунов говорит Борис Годунов своему сыну. В том смысле, что надо знать, человек знающий, ему нужно меньше опыта для того, чтобы... Ну, меньше надо тебе сокращать все опыты быстротекущей жизни, пока ты будешь опыта набираться, искать дорогу до Владивостока, да, а тут уже по карте все. Давай, во Владик. Японцем. Все, тут уже Дмитрий идет, а он не доучился до этого места-то и убил его. Ага. Помните, история с Лжи Дмитрием. Время, родина, кстати, в этой самой Лавре, в Загорске, ну, как строится к Сергию Лавре, там похоронен Борис Годунов. Надо съездить. Борис Годунов знатный был царь. Не повезло ему только, конечно. Борис Федорович, да. А вот там, где похоронен Иван Васильевич Грозный, туда не пускают никого. Да вы что? Это место в Архангельском соборе закрыто для посещения. Но не по той причине, что это Иван Грозный, а просто потому, что сам собор закрыт. Не знаю, по какой причине, но закрыто. И в Келесофе тоже не пускают в этого Новодевичьего монастыря посмотреть. Не пускают в ту комнату в инженерном замке, где был убит Павел Петрович. А, ну да. Это еще я не думаю из-за того, что там просто вот лестница крутая. Или дверной проем узкий. Не поэтому, я думаю. Не, ну, конечно, тут по причине, что там Павла убили. Да, это, конечно. Есть, есть какие-то такие, да, любопытные вещи. Хотя место явно историческое, явно привлекло бы этих посетителей. Вот не хотят, чтобы привлекали, конечно же. Тайны, тайны истории. Вот. Вообще, тут есть мнение, что, значит, разрыв с Западом должен быть неким символическим образом зафиксирован. Это какой же, ну, есть сильно горячие головы, которые говорят, что нужно снести памятники Петру. Ну, я против. Хотя есть один памятник Петру, который очень, очень не любят россияне, особенно горожане. В Москве? В Москве, конечно же. Вот. Вот. Он прижился уже, хорошо стоит. Ну, высокий, да. Вот. А как бы, если мне, чтобы по царину Софью нужно почтить и стрельцов, так сказать, это невинно убиенных, замученных. Да, это, конечно, царь Петр, он тот еще был, хрюндель, это да, но сносить памятники я не вижу необходимости. Ну, памятник царевне Софье то почему можно поставить, кстати, и стрельцам тоже. Памятник можно поставить, да. Ну, что, столько, столько, как бы, понимаете, царевна Софья была хорошей правительницей, в общем, по всей видимости. По всей видимости. При ней никаких таких обломов и провалов-то не было явных. Ну, там не очень хорошо шла война с турками, но она никогда хорошо не шла. Ну, турки-то это серьезный противник, конечно, а в те времена-то величественная порта. Ее мое. Никого там тоже не заладилась война с турками, тоже не очень. Никак. Азовский поход его кончился крахом. Да, да. там те, те военные операции, которые вот при Софье там делались, какие-то были, небольшие, но они без такого громкого краха. А это построили в Воронеже флот и весь погубили под Азовом. И весь его, да, 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 весь его губили утопили. Смысл, какой был строить флот? Флоту быть, родина флота Воронеж, ну, того, который потопили под Азовом. Да, да, да. Вот едешь в Воронеже, да, там написано родина флота, они там всем горпит. Да. Корабельные леса сосновые, так сказать, в Воронежке. Вот. А первый, кстати, военный корабль в России построили в селе Дединово на Оке. Это вот тут вот. Ну, вот раньше это Гаризанское княжество. И тоже утопили, да? Нет, он проплавал свой срок отслуживания. И Белгоболот сгорел. Это было в эпоху где-то вот перед, ну, это этот самый Алексей Михайлович. А, Алексей Михайлович. Он сгорел. Но был нормальный корабль боевой, он должен был контролировать Волгу, бороться с пиратами на Волге. У пиратов таких кораблей тогда не было. Ну, да, не было. Наверное, у него там пушек 6 был, наверное. Больше даже он такой был красивенький, хорошенький орел. Ну, кончилось тем, что он где-то там под Астраханью сгорел. Сгорел, да. Уже был старенький, списанный. Понятно, да. И требования пожарной безопасности не наблюдали, огонь разводили огнивым. Ну, понятно, да. Кончилось тем, что он сгорел. Вот, вот такие вот дела. А так, в принципе, был построен при нем, да. Первый был. А Петруша-то он был припадочный. Что вы от него хотите? Братьц его был до дурачок. До баб были оба охочи. Ну, а как-то их не очень одобряла царевна Софья. Ну, и они решили власть-то забрать себе. Да. По богу. Оказалось, что это был стрелецкий бунт. Прикинь, они вроде как за законные власти оказался стрелецкий бунт. Оказывается, это бунт, да. Бунт показался стрелецкий. И птенцы у него были гнезда Петрова все, сволочи все, кроме одного. Отморозки какие-то, прям скажем. Отморозки. Они там их вешали, рубили, там жарили, кожу сдирали, в кипятке топили. Ну, да и сам Петер, где же, куда-то поехал. Помню, вот в детстве просчитал, куда-то там, и напился, и то ли пятерых, то ли шестерых монахов взял и зарубил в монастыре. О, какой молодец. Лично, лично зарубил пьяных шестерых монахов. Что-то им не понравилось ему тут. Ну, по почтению должного не оказали. Не поклонились. Или он им приказал, то ли, то ли приказал им бороду подстричь, то ли еще что-то. Они как бы не стали соглашаться у нас тут свои правила. Ну, представляете, схватил шашку и в нашем монастыре, да. Нет, а из птенцов рубить голову то отказался только один, Лефорт. Он же был европейский наемник, ну, понимаете, как это называется, ланскнехт наемный. Ланскнехт, да, это что будут вмешиваться в ваши дела. И в правил наемника даже, даже в этом отношении он считал для себя слишком это, так сказать, низкой службой, да, рубить голову он отказался. Ну, из-за этого в Ленинграде нет ни одного топонима с Лефортом связанного. Зато в Москве есть топонимы, Лефортовский вал, Лефортовская тюрьма, район Лефортова, да. Это все наше, вот, честь Лефорта, Франца. И он тут и жил потом. В Москве он, по-моему, скончался-то. Где похоронен, не знаю, Франц Лефорт. Да. Наверное, где-нибудь на каком-нибудь бывшем немецком кладбище, которое сейчас уже закатали под асфальт. Закатали под асфальт. Либо расковыряли. Все у нас быстро делается. Ну, ладно, наговорились, насладились мы обществом друг друга, да, насладились? Насладились, Валерий Сергеевич, насладились. Так что, ладно, что, а получены ответы на животрепещущие, так сказать, естественно, научные, обзаглажившись, натура, философские вопросы. Животрепещущие, философские. Да, еще так, наверное, раньше говорили. Да. Вот я все смотрю, как свет меня животрепещущие поставить. Ну, вот, наверное, вот так лучше все. Да, но публика, не забывайте меня в ваших молитвах и в ваших финансовых распоряжениях. Помните, что это означает? Что это? Это со мной стороны означает момент амори, там тщетно всего сущего. Ну, с другой стороны, это означает эти, как их, деньги, деньги. Чтобы, надо, чтобы деньги перетекали из ваших карманов богатых в наши мелкие небогатые карманы. Так я не знаю. И наступало в мире равновесие. Да, вот так. Вот такие дела. Ну, ладно, пока помашем. Мон.